здравствуйте здравствуйте как ваши дела хорошо вы из какого города и белгорода слушать а правда что у вас опять в чашу тут взорвали ну да это уже бред я уже потерял счет это что этим нефтебазу взорвали очередную или что можно такой вопрос не скромные вы этим гордитесь тем что у вас взрывают военные объекты в частности не всегда же военные они а какие что что у вас взорвали она не не военная кто нефтебаза а нефте там где танки заправляются не 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 там заправлялись всего лишь автобусы там хранилище всего лишь было да из этого хранилища горючий смазочные материалы уходили на танки на ваши которые едут убивать украинцы конечно конечно я радуюсь я считаю не все ваши нефтебазы надо одновременно накрыть я с вами согласен а почему не делаете может такой вопрос как делают потихоньку вы же видите потихоньку уже как а вы ведете счет сколько ваших нефтебаз по моему за неделю это только в одном городе уже 33 нефтебаза только в одном городе белгород в одном городе 3 нефтебаза взорвали да насколько я помню да ну вы ошибаетесь склад с боеприпасами чтобы вы понимали в белгороде одна нефтебаза район нефтебаза так и называют а что тогда до этого взорвали неделю назад взорвали склады гсм наверное а склад ну досы если вам о чем-то это говорить чего российского понимания досы досы знаете что такое нет ну как расшифровывается ну это хранилище ракет и прочего прочего это да да но после там одновременно взорвали вот этот склад ракетно-артиллерийского напряжения после этого взорвалась нефтебаза после этого еще одну вчера нефтебазу накрыли как минимум три взрыва перечислить и мне один склад одна нефтебаза 3 что и третий склад вот вчера а то есть два склада и одна нефтебаза они может быть и так о тем более склад конечно все ваши склады чем больше их будет уничтожено тем меньше вы убьете украину а вы знаете что они находятся по всей россии да 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 так вот куда ракеты достают пока а сейчас прибывают а сейчас прибывают ой красивые до 500 километров ракеты а вы знаете что у нас еще большая часть вооружения не выезжала не вылетала в украину ржава ржавое советское вооружение которое не заводится которая растащена распилена разворована знаю оно и не может выехать откуда информация можно так у вас появились ссылаетесь у вас появились вон на видео есть бтр 60 60-х годов у вас бтр и уже пускают в ход блин а ты был лично в армии россия я вот был виден глаза ты был наверное пресса ссср скорее всего а знали мне так вот поверь мне скажите мою что техника когда я в ссср был в армии сейчас даже у вас более старые техники чем-то на которой я служил приходит воевать потому что у вас сожгли всю вашу технику современную а кто жжет украинцы конечно ну наверно под вашим подсчетом уже 100 тысяч убитых до российских самолетов 22000 всего лишь до я почему-то думал что 50 или там 100000 но нет вместе с раненными там уже под 100 а сколько 3000 разбили танков нет насколько я помню 880 последний раз а у россии на вооружении сколько танков стоит ой по разным подсчетам есть что-то от 2000 до там чуть ли не 6000 что-то такое мы сейчас вот точно узнаем сколько стоит вооружение в россии давайте посмотрим цифры разнятся но где-то от двух до 6000 вот в этом промежутке ну смотрите всего основных боевых танков таких как т-72б их 650 на вооружении стоит вот плюс т-72б 3 их стоит 530 плюс 850 если сложить это все в сумме это уже получается знаете еще триста восемьдесят восемьдесят плюс пятьсот тридцать тысяча триста восемьдесят я же вам правильно посчитали уже уже две тысячи тридцать восемьсот плюс пятьсот две тысячи тридцать нет вы меня не услышали я вам сказал основной боевой танк т-72 800 и 500 это тысяча триста нет вы прослушали я вам сказать т-72 650 штук 650 штук запоминать эту цифру плюс т-72б 3 это 530 и плюс 850 еще 2030 потом смотрите танк т-80б вм их сейчас 140 штук 140 плюс 140 сразу делаем так следующий у нас идет т-80бв и т-80у это еще триста десять плюс триста десять это уже два четыреста восемьдесят плюс т-90 т-90 а триста пятьдесят плюс 350 и плюс т-90 м 65 штук так вот короче всего в итоге получается 2 895 ну то что я вам и сказал слушайте не подождите подождите вы забыли прибавить еще армата один танк армата прибавьте сюда который ваш заглох заглох на красной площади помните армата да нет такого не помню честно говоря знаете танк армата российский не лично не знаю не видел вот честно наберите сейчас гугли танк армата давайте добавить армату еще там целый танк один а целый танк конечно конечно 2800 добавьте будет 2 800 1 не не вы неправильно 2 895 было будет вот верно 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 сколько танков армата посмотрите вот честно не пишут на вооружении почему-то вообще нету если честно говоря а нету да ну да почему там там же его с туалетом же внутри хотели построить а унитазов у вас нет он же он же в 19 году только начал прохождать вот а очко делать в танке понимаете когда танк будет взорваться на мине то через это очко могут залететь осколки поэтому наверное его не взяли еще на вооружение потому что у вас унитазов то нет ну понятно мы же без унитазов мы же тут все в дырку с рём входим мы в раски тут как бы вообще но печень если честно говоря давайте вернемся к нашим баранам то есть у вас там 2 800 танков а танки а танки т-64 танки т-64 нет я вам вот все что по списку есть на вооружение а то что вы посмотрите теперь сколько находится на консервации старого а ну списанного и нет не смесенного она стоит на консервацию прапорщики разворовывают не списано нет подожди прапорщик техник не имеет права разворовывать технику то есть у него нет а чиновник а чиновник имеет право брать взятки и разворовывать вас нет вы меня не поняли он не может россии все начихали на ваши законы чувак я вам говорю не по закону просто танк сбыть тяжело понимаете да нет он снимает приборы там твн е он снимает там берет разные запчасти танк сбыть тяжело конечно нахер он кому нужен разве что знаете куда а подождите этот винт винт от вашего какого-то военного корабля сдал капитан корабля потому что там латун или медь это у вас было там год назад где-то информация в россии все понял но получается короче украина святая там никто ничего не разворовывают там у вас терминатор я сначала начать со своей страны а потом браться за другую страну такая такая я начался с украины если бы вы сейчас не напали на украину они я не вы видите мои апартаменты я дома я а ты из какого города я из белого а да ты сказал ты из белгорода точно слушай а вот ты не боишься в белгороде что тебе ракета прилетит прям вот где ты сидишь нет не боюсь почему а вы не почему ты не боишься значит так судьбой суждено знаете а то есть ты готов умереть у меня есть выбор есть здесь выходи с плакатами нет войны тебя посадят на бутылку ну вот именно побудем здравыми людьми реалистами да без вот этой всякого поноса вот этого вот помойного да смотри выходит выхожу я с плакатом да такой на площадь короче там стоп стоп вар там войне нет там короче прочее прочее выхожу я такой оп и война прекратилась да все нет боевых действий путин меня увидел лично и сказал остановить остановить эти боевые действия если выйдет вот послушайте и даже если все сразу вытирает ноги и вы с этим согласились я правильно работа ну смотри я как бы живу ну путина лично не знаю не видел живу работу зарабатываю там я ленина не видела но я его люблю не не ну соответственно знаете я люблю свою страну все таки больше чем путина люблю свою там бабушку люблю своего там дедушку маму папу а путина я не люблю ну как переносном смысле имеется ввиду путин мне не дал ничего чтобы его любил подожди ну ты поддерживаешь его действие стиле в управлять я не поддерживаю войну в принципе я в принципе не поддерживаю войну во всем мире ты осуждаешь нападение вашей страны на украину простой вопрос осуждаю ли я тут я затрудняюсь ответить осуждаю ли я это или нет потому что много версий разных всяких я тебе скажу одно что война это плохо война это нехорошо я тебе так отвечу я не говорю что я там осуждаю или поддерживаю остаюсь нейтралитете мне эта война лично не нужно лично чтобы ты понимал у меня в харькове живет бабушка живет у меня там дядя дедушка которые там как они трясутся от страха когда будет сирена есть вероятность что в них прилетит ракета прямо в них ну не трясутся нормально адекватно себя ведут не говорят плохих вещей а про россию не говорят плохих вещей поддерживают про россию я вообще говорю человек трясется от страха поверь мне когда знает что в него сейчас может прилететь и ракета страха не только от ракет это может принципе трясется от слова война от страха я сейчас вам говорю конкретно когда человеку грозит гибель на ровном месте а вам не грозит вы не боитесь вы в украине а вдруг вам сейчас прилетит мне не грозит я в калифорнии вы можете только из калифорнии диктовать условия так вы поезжайте я разве кому-то что диктую вы поезжайте пожалуйста я спросил ваше мнение я же никому ничего не диктую я просто вам хочу сказать что если вы так активно поддерживаете украину пожалуйста едете вступайте территориальную оборону вступать и вооруженные силы украины вступайте в азов вступайте в этом хватает людей защищайте а я воюю а я воюю на информационном это плохо вы знаете об этом что плохо воевать на поле нет это как раз очень хорошо это очень важно смотрите ну так сказать вы несете отчасти свою пропаганду людям которая не нужна пропаганду мира да я пропагандирую мир и я противник войны давайте поговорим о сша когда они бомбили там югославию когда ирак там бомбили а в афганистан они заходили там сербию там или болгарию точно не помню как залетали бомбардировщики разбивали всех там мирных там переборки не было там знаете пришли там я говорит не помню залетали американские бомбардировщики бомбили то ли сербию говорит то ли болгарию я этого не помню но давайте об этом поговорим слушаю слушай а кем ты работаешь ну в какой профессии ты трудишься или ты студент или кто я работаю сам на себя я нахожу рекламного агентства ну ты какой-то специалист в чем-то или да я специалист по запуску таргетированной рекламы в инстаграме фейсбуке а ты так пишешь ты значит в медиа сидишь в социальных сетях ты сидишь а вы финансовой сфере работают не интересно слушай а скажи мне ты в армии служил но я же вам сказал что я был в армии видел технику российскую да когда в каком году 2016 слушай а вот как ты считаешь может случиться так что ну то она уже так сказать начинает случаться что не хватает людей для войны в украине и а срочников путин сказал что он типа не набирает хотя там до сих пор срочники есть вот то что а будет объявлена всеобщая мобилизация ты допускаешь это честно да ну честно допускаю все возможно в этой жизни вот совершенно верно это правда это кстати я считаю это абсолютно абсолютно вероятным правда и говорю ты придешь ты пойдешь воевать а куда мне бежать куда мне прятаться за урал куда-нибудь не знаю а что за урал куда все меня за урал туда отвезет когда объявят военное положение стране и начнется мобилизация я уеду за урал я маловероятно в это верю потому что выставят блокпосты на выезде из городов и молодых никто не будет ниоткуда выпускать я понимаю когда из объявят военное положение там из страны не выпускают это нормально но когда из города не выпускают такое тоже принципе возможно нету в вашей стране возможно все тут я с тобой согласен слушай а скажи мне вот ты реально вот тебе дадут ты в каких войсках служил артиллерии в артиллерии да какие какие орудия у тебя были гаубица мста можете погугли какая стопе 152 калибр до 152 слушай какого года разработки не вникал не вникал то есть ты служил целый год блин артиллеристом и не знаешь какого года разработки ну не никогда просто я даже был командир орудиямstev а держiga командир отделения но конечно стреляла какое максимальное расстояние вообще пушка стреляет banda 40 километров я не вообще а вот твой расчет конкретно стрелял на какое максимальное расстояние а 25 метров на 30 за 20 на и каково было поражение, какой разлет там, ну как близко снаряды ложились ну одна пушка не стреляет, стреляет же батарея почему и одна пушка стреляет хорошо, батарея это 4 орудия, правильно? ну да, 4 орудия хорошо, и что вы как хорошо вы поражали вот этими старыми гаубицами цели с расстояния 20 километров, скажи мне ну не знаю, ну мы просто стреляли мишеней то не было, мы просто стреляли ну понятно, что ты за 20 километров не можешь не, правильно, но вам же давали как бы сектор обстрела ну координаты давали то есть не просто там подняли на любой угол я же вам говорю, наводчику командиру орудия дали координаты, командир орудия дал координаты наводчику наводчик навелся, номер расчета поднес снаряд, зарядили, выстрелили У вас был снаряд реальный или просто хлопушка? Нет, реальный снаряд был. Он летел? Он летел, конечно. А потом кто-то контролировал, куда он попадал или нет? Это полигон. Ну, кто-то, может быть, и контролировал, я что-то не знаю. Ну, то есть вам это не доносили? Ну, не докладывали. Смотри, то есть ты за год службы командиром... Орудия. А, подожди, ты же был вроде бы командиром батареи, ты сказал. По должности я был замкомандир взвода, командир отделения. Ну, только отделение это и есть батарея, правильно? Нет, отделение... А, отделение это орудие, я прошу прощения. Отделение это орудие, правильно, ты прав. Хорошо, смотри, ты командир орудия, даже не знал в результате, и тебе никто не говорил, результаты твоей стрельбы. Тебе не кажется это странным? А что в этом странного? Ну, как, ну, ты выстрелил, и ты не знаешь, попал ты, не попал. Украина, и советник. Да, он там улетел, снаряд. Может быть, он вообще улетел мимо этих координатов. Знаете, что, в принципе, ну, не буду говорить за все страны, но скажу вам за, допустим, конкретно там за Украину, пусть будет за Россию, там. Все учения проходят, ну, допустим, командующий объявил, да, учения там, вот. Все войска начали подготовку к стрельбищам, там, из своих боевых оружий, боевых машин и прочему-прочему. Вот дали 3000 патронов, да, на батарею, допустим. Я тебе сейчас не про учения говорю, я тебе говорю про стрельбы. Так это и есть учения. Стрельбы? Да, для всех. Нет. Учения не я. Нет, что нет. Нет, во время учений могут быть и стрельбы. А стрельба – это далеко не всегда равно учениям. Нет, в армии есть сезон, вы мне не рассказывайте. Есть в армии сезон. Ты мне будешь рассказывать, я два года служил, а ты один год служил, и ты вообще не понимаешь, кем служил. Время поменялось, нет той армии, которая была там, когда по два года служили. Вы в курсе? Нет, полгода учиться, полгода технику. Да, но только всегда, когда солдат куда-то стреляет, ему потом как минимум говорят, вот тут ты попал, а вот тут не попал и так далее. А также вы выставили, и в чем заключалось? Новогоднюю хлопушку вставили, бубу. А зачем вы снаряд вставляли, если вы даже не знаете, куда он летит? Нет, вы не понимаете. Стрельбы проводятся для того, чтобы человек научился стрелять из орудия. А откуда вы знаете, что вы научились, если вы даже не знали, попали вы куда-то или не попали? Ну, главное, что я выстрелил с нее. Так вот так вот вы сейчас и делаете. Вы выстрелили и в жилые дома лупите, понимаете? Вот так вот вы и обстреливаете. Однозначно, однозначно. Только по жилым домам строго. Ну как, ну если вы стерли с лица земли, сколько годов? Я не сказал, стрелять и по мирным. Так а почему стерли? Потому что не нужно находиться военным, вооруженным силам Украины и над батальоном шкериться в домах, где живут люди, где живут мирные. Жилые люди, где живут, да? Мирные, мирные. Человеку свойственно ошибиться, да? Я понял. То есть твою бабушку, если бы вы Харьков продолжали брать, да? То твою бабушку, если бы накрыла снарядами, ты бы сказал, а не нужно было, чтобы она там находилась, правильно? Слушайте, вы на самом деле, вот этот у вас однополярный мир, там, односторонние взгляды ваши против России, вот эта русофобия вся, она ни к чему хорошему не приведет, поверьте. Она уже не привела ни к чему хорошему, вырософобия. Вот я же вам и говорю, вот такие, как вы, вот такие, как вы, расофобия, разжигаете мировую войну, и не готовьтесь к этому, будет мировая война. Скоро тебе в Белгород твой прилетит, чувак. Смотри, чтобы тебе... Тебя не успеет не мобилизовать, понимаешь? Тебе прилетит, чувак. Лап, старина, у тебя откуда такая информация? Готовался. Да я готов. Смотри, все больше, в Белгороде, по моим только подсчетам, за последнюю неделю уже четыре ваших объекта взорвали. Три, три, только что обсудили. Нет, а я помню четыре, а я помню четыре. Мне кажется, у вас деменция. Ну, хорошо. Нет, мы с тобой обсудили три, но на самом деле я помню, что их было четыре. Скажите мне четвертый. Ну, не вам. Назовите. Не, ну, назовите. А я тебе говорю, значит, в первый день, первый день взорвали склад с боеприпасами, раз. Через день после этого взорвали нефтебазу, два. Вот. Потом. А, вы знаете, это, наверное, в Брянске две нефтебазы. А вы знаете, вы, наверное, даже и тут ошибаетесь. А знаете почему? Вы знаете, в Брянске две нефтебазы, да. В Брянске две нефтебазы взорвали одновременно. В Брянске. И склад с боеприпасами. А в Белгороде, да, взорвали склад с боеприпасами. Потом взорвали нефтебазу. И вчера, вы говорите, взорвали склад с боеприпасами. Правильно? Ну, да, все верно. Рядом с вами есть еще нефтебаза? Четвертый раз. Да, конечно, еще две стоят. Рядом с вами? Как далеко от вас? Да, буквально 10 километров. Может, пять. А, не, ну, 10 километров до вас же не долетят осколки, правильно? Не-не-не, почему? Окна ж вылетят. А, окна вылетят? За 10 километров вылетят? Радиус поражения. Ну, с точки У стреляют. Радиус поражения, почитайте. Да, 10 километров у точки У, да? Радиус поражения. Конечно. Артиллерист, блин. Конечно. Слушай, артиллерист, а знаешь такие гаубицы? Там, три семерки они называются. Нет, не знаю. Вот сейчас дают, по-моему, это Великобритания дает. Может быть, или Канада, может, я ошибаюсь. Гаубицы три семерки. Там они стреляют, короче, у них есть такие активный реактивный снаряд, который бьет по GPS, направляется на 300 километров. А вы никогда не слышали, не слышали про Тополь-М, там, ничего вам ни о чем не говорить, нет? Тополь, знаю, старая советская ракета, знаю. Такая под 20 слоев краски с разложившимся плутонием, блин, которая не вылетает из шахты, знаю? А в Украине какая техника, мне подскажете, не СССР, у них там, наверное, в Украине? В Украине сейчас со всего мира и Европы техника. Американская, украинская, блин, голландская, канадцы дают. Весь мир снабжает сейчас Украину. Главное, чтобы в рот не дали, извините. В Украине самая современная техника сейчас будет в Европе. По итогам, по итогам вот этой войны, по итогам этой войны, это будет самая современная в Европе. Ты в это веришь? Ты взрослый мужик. Я не верю, я это знаю. Вот самая современная техника в Европе, понимаешь? Самая современная техника в Европе по итогам войны будет в Украине. Причем украинцев даже не надо будет ничему потом обучать, чтобы вступить в НАТО и так далее. Потому что они уже научаются пользоваться всей самой последней современной техникой. Ты знаешь, сейчас Германия собирается поставлять леопарды. Да, да, да. Наверное, там тысяч десять обещали им пригнать, я слышал. Леопарды нет, нет, там немного. Там их, по-моему, двести штук, что ли, что-то такое. Но это только, знаешь как, это капля в море. Это первая страна. А если американцы дадут свои Абрамсы, то ты же понимаешь, что там просто вам нечего ловить. Не только с вашими старыми Т-64, которые сейчас снимаются с консервации, разворованные консервные банки. А и ваши гаубицы с раскачанными стволами, которые давно выработали свой ресурс. Которые бьют плюс-минус километр, точность вояки. Я не воспомнил, вы радуетесь, скоро перемога будет. Вы радуетесь. Естественно. Естественно. Этому радуется весь мир. Радуйтесь всемирам. Радуйтесь. С вашим, блядь. Привет Белгороду. Давай, 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 давай. Я тебя выставляю на YouTube, кстати, ты не возвращаешься. Давай, 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 выставляю. Круто. Все, отлично. Как канал называется, посмотрю. Передавай привет. Канал как называется, я посмотрю ролик. А ты найдешь, найдешь. Комментарий оставлю. Найдешь, найдешь, найдешь. Ладно, вы таблетки от деменции почаще принимаете. Да, да, хорошо, хорошо. Обязательно, обязательно. А тебе уже таблеточки не помогут. Можешь ничего не принимать, чувак. Меня взорвут. Ну, как говорят украины, они по мирным не стреляют. Ну, ничего. Свои убьют, свои. Украина пока что ни разу не выстрелила по мирным. Она ваши нефтебазы и склады с вооружением уничтожает. Все, меня свои убьют. Все, не надо. Жди, жди, чувак. Все, давай, давай. Жди, все, привет Белгороду. Привет Калифортизе. Давай, давай, давай. Привет, давай, давай. Да, не завидую я ему, честно говоря. Как и не завидую всем людям, которые живут в Белгороде, а также в радиусе как минимум 300 километров от Украины. Потому что вы сидите радуетесь. Он сидит радуется. У него бабушка в Харькове. Он сидит радуется, что ее могут убить снарядом их, когда он стреляет и не знает, куда этот снаряд летит. Вы представляете, что такое армия российская? Он не знает результат стрельбы. Ему дали координаты. Как он эти координаты убил? Правильно, неправильно. Насколько там ствол у этого орудия уже просто, ну, там, со времен царя Гороха. Куда этот снаряд полетел, они не знают. Потому что им даже не докладывают результаты стрельбы. И это вторая армия в мире, понимаете? Так называемая. Позорище. Блин, позорище.